сейчас будет видно вот ко мне товарищ приехал на таком хундайчике зайчик хундайчик сейчас он искать тут плясали и выгинали говорит что плясали дети он эту машинку купил и немножко восстанавливал и вот такие вот красоты у нас мы попытаемся немножечко хот-боксом поиграться и посмотрим как это все будет будет подниматься не будет и так далее такая у нас интересная машинка вот так он приживает сразу пузырь вот уже охот боксом его туда нянчили таким у нас ребята и сейчас мы еще понянчим чуть-чуть ну что с чего начнем тут ямка была глубокая я понял поэтому что-то такое глубоко он не берет так стоп-стоп-стоп-стоп-стоп где-то еще и прожег насколько на секунду ставить тебе на пол секунды на пробуй не ну я таким не по этому я пробовал тем ну что можно поднять давай посмотрим сейчас на снимай хорошо как поднимает он видно в полосатый экран поднимает заметно поднимает ну так это ж надо разбивать опять же ну поднял я поднялась и чё надо разбить ее и подровнять так тогда тебе видно что надо снять людям интересно и нам интересные людям интересно я думаю в желтом свете будет лучше видно где-нибудь надо отвести метку поставить давай ищи что будем делать показывает пальцем я обведу ну вот вот обведем вот это место вот так поснимаю сейчас попытаемся вот эти бугорки осадить и попытаемся вмятинки поднять вот посмотрим что из этого получится ладно выключится на паузу плюсик и складочки да их надо простучать 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 пробить потому что ну я думаю сейчас я еще одну полоску зажгу в двух полосах ты поснимай вот в холодном и в этом вот она все тут такое пожеванное у нас и вот мы попробуем вот на этом месте немножечко сейчас по присадить разбить вот эти вот складочки которые в плюс и минусу в общем спасибо за машину сейчас потренируемся на ней вот на чем-то надо было потренироваться и потренируемся может быть клеем тоже сейчас еще раз повторюсь надо вот это вот разбить красоту такую а потом уже что-то делать настраивайся так попытаемся посыпать вот при помощи вот таких вот двух пробойничков еще аппарат отдыхает у нас вот так вот потихонечку чуть чуть по чуть пригладилась вот теперь мы его уключаем на чтоб он не пили кал мы его сразу вот так на четверочку он не будет пищать а теперь мы его переводим на бесконечность и здесь у нас получилось что так сейчас я постараюсь притушить да здесь у нас вот такая яма получилось вот она вот да может быть может вот у нас такая яма она светится и все равно видно хоть приподнимай хоть не приподнимаю вот это вот место у нас как бы ямка когда выбивали выглаживали я просто к тому что мы экспериментируем вот она вроде ровно но яма да вот отсюда александр подсказывает хорошо видно давай ну так и попытаемся туда и осветить вот она сможешь по фото ляпать деться посмотрим чего она куда выдвину по спирали самого большого круга и к середине я понял ты видишь и она просто рукой за ну ничего вот так видно тут еще снять надо да 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 оп 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 все все поднялась видно прям вот самое главное что не сожгли вот что мы тут подняли сейчас будет видно она еще тепленькая в принципе вот уже на дрын 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 а так она стояла как бубен уже вот она прыгает вот и и поснимает так что она сейчас в принципе стоит вот отсюда начинает прогнаться ну же комнатная температура давай еще раз пократи вот она я вижу чуть она еще опять же по спирали не ну слава богу температура вот я руку держу вожу мне не живется то есть тут температура в пределах может быть 40 градусов не знаю что получилось во всяком случае я смотрю получил да она приподнялась вот вывод значит вот такая вот огромная плавная очень плавная вмятина по спирали мы его покрутили она у нас поднялась вот вот наш круг обведенный вот половинку вот эту часть вот такую но чуть-чуть надо подняли теперь еще на час тут работы пробойником вот здесь неровности саж поснимай пожалуйста ну здесь неровности надо их разбить убить потому что чего такую пожеванную целлюлитную поверхность поднимать она будет вся зажата пережата и мы ничего не добьемся вот хотя вот опять же вот остывает остывает да поднялось ну как бы видно что еще и и чуть-чуть надо поднять но что еще раз дернем или хорош да можно еще ну давай сейчас я дважды прошел сейчас она чуть остынет нет вот здесь рядом это вмятина другая я по обведенному нам кругу вот вот а вот это вот это другое тут как бы я вожу там по лампе видно что лампа сразу равняется ну я тоже так со стороны смотрю ничего поднялось и в принципе температура до чего в принципе тут без так снимай вот температура поверхности разогретой нашей 31 градус этим мы не перегрели никого ничуть но принципе да поднялась вот и не неплохо на этом пока все мой прибор переводим в режим off выключена и выключаем и теперь долго и скучно будем колотить чтобы выровнять вторую половинку нашей мятинки тут вот эту пожеванность уберем мы потом будем дальше задирать потому что тут еще половина ее как бы очень пожеванная александр ровняет вторую половинку мятин и не совсем рядом там беда а а с дождем идет весна называется вот так вот она наша красота разбивается пока что по крыше ну уже более-менее ровно я хочу вот здесь вот вот такие вот складки есть попытаться с ними понятица вот вот она вместо здесь было вмятина но видно вот сюда от пробойничка теперь вот эти вот складки попытаться бить прогревать короче говоря потихоньку делается вот на таком режиме на бесконечности вот я беру и эти вещи прогреваю вот так дрын 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 прогрел разбил прогрел разбил и потихоньку они выходят ну это опять же хундайский металл я не знаю он тоненький считается мягкий неплохой металл во всяком случае лучше чем вот вот это вот джентровский узбекский начинает получаться здесь были эти складочки не потихоньку выходит но все равно вот здесь вот она плавная вмятина но зато без вот этих ребрышек это уже хорошо так что у нас тут александр потихоньку разбивает вот эти ребрышки тоже надо под разбить иначе подниматься не будет вот так вот пока даже в этих лампах вот видно вот где крыша гуляется где она уже более-менее подуспокоилась но это частность только маленький пятачок но тем не менее чего-то как-то мы вот в этом месте достигли а в остальном вот видно какая она крыша вот будем экспериментировать и дальше сейчас надо просто прерваться немножко ну как бы уже получается вот а сами понимаете с первого раза тут два-три часа потыка в этим прибором что-то добиться это просто немножко повезло ну в основном конечно как вы видели в основном работают пробойнички молоточек вот а потом уже немножко идет подъем тем самым метал опять же не подъем он как бы вспухает его разбивать легче вот и потом начинаешь вот по спирали или там как бы как сгартываешь вот и вот чтобы она вот так в кучку было иногда металл становится а иногда нагрел он упал и все ну пока что вот такие первые моменты но я же говорю вот лиха беда начала есть на чем потренироваться вообще хотелось бы конечно на хорошем металле потренироваться на немцах но пока что такой возможности у меня нету ни на чем сейчас подключаю я весь свет что тут и есть и посмотрим в линии явно видно где изделение прожинается по центру уже определенный так сказать успех вот так вот на ладошку уже чуть отвоевали понятно что это все переливается но во всяком случае если посмотреть вот так таких уже рытвин тут не наблюдается вот она наша часть где мы попытались еще раз повторю попытались что-то сделать ну получилось не идеально но тем не менее бор менее ровно теперь с остальным надо воевать потихоньку то есть что-то все-таки получается но с первого раза с первого дня взять этот прибор и научиться им работать естественно невозможно его надо почувствовать вот а потом уже что-то пытаться сделать ну первый шаг мы уже сделали теперь слава богу вот александр мне предоставил такую возможность потренироваться на его машинке на живой дядя саша тебе спасибо отдыхает у нас крыша слишком сильно замята вот с этой проекции сейчас я попытаюсь показать вот тут все пожевано еще вот видно забиваем так потом сейчас притушу потому что чтобы это все снять надо чтобы было слабенько светило вот теперь вот так вот это во всяком случае лучше чем ну допустим даже вот этот квадрат или там вот этот вот так потихоньку потихоньку вот и и вычищается квадратиками вот такая вот система ниппель вот а хот-боксу пока им тут нечего делать металл в складку зажатый и куда тут чего бить это самое выпрямлять ничего тут им выпрямлять а поиграться уже поигрались то есть получается что берешь металл как говорится нагрел он дрынь вскочил остыл он упал что ничего особо разбивать тут и так все как бы вот эти все вещи разбиваются прекрасно с помощью пробойничка самого простого и моло . любого вот и все мы берем и плавно разбиваем эту всю красоту ну вот видно допустим здесь было еще похуже чем вот здесь здесь складок конечно еще много вот ну тем не менее вот не так страшен черт как его малюска опять же посмотришь здесь уже более-менее ничего здесь еще конечно вам страшно такие бугры но трудно не особо передается но было еще хуже намного вот такими маленькими квадратиками будем делать крест-накрест отсюда потом отсюда потом вам по передвигаем так вот видно что здесь вот чуть чуть-чуть получше то есть уже здесь что-то мы сделали ну вот очередной этап наших тренировок так чуть-чуть вы видите к сожалению то что видит глаз не видит камера вот примерно так мы это все подразбили более-менее гладко конечно съемка оставляет желать лучше вот теперь попробовать приподнять это все видно тут отсюда наш квадрат вот они у нас мятен и вот она вот она видно и да вот она прям на достаю сейчас попытаемся так вот она чуть приподнялась вот она еще у нас есть я на месте не стою я чуть-чуть-чуть по чуть метанки разные места просто мне отсюда как бы одно видно а вам чуть другое что мы видим вот я вижу шикарную складка 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 тут надо еще разбивать еще и уже дальше греть по моему никого и ничего вот опять же металл немножко перераспределился от этого я надеюсь сейчас я еще остынет мы принципе уже комнатная температура вот мы видим на 34 градусов пожалуйста 35 уже не переживешь самое главное самое неприятное да идет красивый белый дымок начинает вонять это уже я считаю неправильно хотя кто-то может считает что ничего страшного вот тут еще немножко вот как-то так все больше я не вижу что что тут можно было бы сделать вот эти вот складки вот эти вот их надо будет теперь опять брать пробивать 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 а потом только брать что-то делать но для сравнения покажу вот это вот это видно да нет все хорошо вот возьмем мы допустим вот этот квадратик всего дефектами и вот этот квадратик потихоньку потихоньку что-то получается но не так быстро как в кино или как в сказке александр правит свою машину вот забиваем то что там нам мешает пробивает к сожалению не особо красиво снимается вот складочки а а а а а а а и а а а а а а а а а и а а ход боксом магнитик вывалился ничего страшного сейчас попробуем ну вот мы сейчас по новой проекции перед сюда следующим будет вот отсюда следующая проекция вот такая сейчас попытаюсь снять что-нибудь тут вот еще такие вот канделя естественно берем вот так и где надо потихонечку пробиваем потому что тут все плавно то что плавно забивается и опять же никто не отменял пробойник где-то еще что-то сгладить в принципе уже конечно на 3 с плюсом сделано будем делать на 4 с минусом еще тише вот спасибо вот так ну вот смотрим на нашу ямку вот как то так так что извиняйте первый блин ник никому у нас получилось ну скажем на 4 с плюсом не может получиться на пятерку вот и отраженку беру не может получиться на пятерку вот с первого раза на четверку я думаю получилось опять же первый раз первый класс вот а сейчас мы покажем чего у нас было вот поставим вот сюда лампочку куда-нибудь на такое место хорошее и покажем что было опять же и здесь вот видно все гуляет не надо не надо не надо яркость на минимум тоже она и так все видно вот такая вот красота чуть дальше лампочку вот такие вот складуны и тем не менее вот чуть чуть можно ярче действительно вот такая красота есть над чем поработать есть чем научиться есть какая-то бяка вот она вот там прижжена прижжена ничего страшного вот это до нас еще делали это я ты прыгай да вот ну и вот еще раз показываю я сказал что ничего может конечно мне скажут что у меня руки не с того места растут возможно ну вот ну тем не менее я доволен как говорится первый раз первый класс это неплохо все всем спасибо за внимание это как раз был вот один из ответов на вопрос возьмите покажите расскажите как чего да мы сами не знаем как и чего вот взяли и нам дали поиграться немножко и вот 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 чего-то и получилось сейчас конечно может не идеал никто не спорит но все-таки получается но хочу сказать следующее что основной инструмент при этом вот этот вот молоточки пробойнички ну и естественно лампа а это уже как вспомогательная штучка вот тоже она хорошо поднимает нагревает шишечки вот ну слава богу ничего мы не спалили сейчас это вот там вот есть подпаленка к мастеру ездил и немножко при поле ну как бы как бы как бы ничего страшного так что вот основной инструмент но примерно вот такой чем мы пользовались вот работали молоток пробойник вот а потом уже только вот такой красивый волшебный аппарат ну это пока что первое мнение я не знаю возможно она изменится я уже рад тому что у меня чего-то получаться начало потому что когда берешь аппарат в руки им водишь что-то там шишки поднимается падают шо чего как куда сразу как говорится непонятки в голове каша но постепенно это все устаканивается пока что не могу сказать ни хорошо ни плохо но я рад тому что чего-то у нас получилось александр тоже рад какой-то пятачок мы уже на машинке подделали а я рад тому что тут еще таких пятачков будет ни один ни два ни пять ни десять есть на чем поучиться вот спасибо саша за предоставленную машинку опыт он всегда бесценен все всем спасибо за внимание пока пока интересно пишите сниму еще чуть-чуть вот потому что у меня до этого не на чем было снять вот там одному другому позвонил есть нету то есть учебно-тренировочный какой-то капот или дверь ну нет возможности а тут приехал по мне и мой тезка и мы с ним немножко поехали вот 2 марта блин называется весна холодюка а в краснодарском крае 100 километров и рядом уже жарюка вот как это можно почему у нас холодно везде тепло